Мы начинаем новый день с Егором, с прогулки по утреннему Комсомольску. Сейчас идем возле интересного места, называется Детская библиотека. Именно здесь, начиная с третьего класса, наверное, вот как раз сейчас Егор в том возрасте, Детская библиотека имени Горького, я стал постоянным клиентом и читал все, что можно было попадалось. Все, что попадалось мне интересного. Конечно, самые интересные, самые впечатляющие книжки, это были Александра Дюма, Три мушкетера и все их продолжения, которые только были и 10 лет спустя, и 20 лет спустя, и Виконда Прошелон и так далее, и так далее. Потом наступила очередь Жюль Верна, а потом разные были технические книжки, начинает «Сделай сам», «Радиоэлектроника», ну и, конечно, «Фантастика». А мы с Егором движемся дальше. У нас сегодня очень много планов, очень много интересных идей и мест, которые мы сегодня посетим, и обязательно вам об этом покажем. Пока! Будем продолжать наши видео-зарисовки. За моей спиной находится дворец завода имени Ленинского комсомола. С этим дворцом связано очень много впечатлений с детства. Начиная от похода по разным кружкам, вот именно то крыло, вот именно то крыло, там были кружки судомодельный, авиамодельный, кружок выжигания по дереву, радиоэлектроники и так далее, и так далее. Это все кружки, которые я ходил совсем в младшей школе. Вот сейчас на этой ступеньке, вот на этих ступеньках начинается вход на второй этаж, где существовала знаменитая студия бального танца «Вдохновение», которая гремела на всю страну в 70-е, в 80-е годы. И именно конкурс «Зимняя мозаика» было федерального значения. Сюда приезжали и российские, и исполнители бальных танцев, и зарубежные. И вот именно на втором этаже я тоже занимался бальными танцами, наверное, с третьего по восьмой класс. Чем еще знаменательен этот дворец? Именно здесь, если сейчас видите вывеска «Сотовый мир», висела вывеска «Сидиленд». Это был магазин, в котором я развивал свой бизнес в области продаж аудио-видеокассет. А мы с Егором выходим дальше на улицу, на просвет мира. Сегодня холодно, морозно, мы достаточно тепло одели, что теплее. Пригодились все зимние вещи, которые мы взяли с собой из Москвы, как над нами. Барни надел на меня рюкзак из-за того, что я взял книжек, который, чтобы он не хотел, чтобы я ее брал. Да. Соответственно, все наши друзья, которые смеялись над нами в Хабаровске, зачем вам столько много зимних вещей, они нам еще сегодня пригодились. И сейчас мы идем дальше по улице Мира, и проходим интересное здание. С той стороны сейчас мы добудем главпочтам. Это главное почтовое отделение города. А с другой стороны следующее здание, которое чуть дальше будет. Морозный! Да, это телефонный переговорный пункт. Ну, для большинства людей, которые, к примеру, моего возраста, они понимают, что такое междугородний телефонный переговорный пункт. А для детей наших это непонятно, потому что что значит, для того, чтобы куда-то позвонить в другой город, нужно было идти в телефонный переговорный пункт, где были кабинки с телефонами. Ты называл номер, оператор связывал тебя. А сейчас ты просто берешь телефон, набираешь любой номер в любой стране мира и говоришь. Ну вот. Но надо скачать и продолжать по моему МДС, чтобы там сделать тариф какой-нибудь. Это реклам. Это точно. Ладно, все, увидимся дальше. Вот мы подходим к еще одному знаковому месту в истории моей жизни в городе Комсомольске-на-Амуре. И, собственно говоря, да и в моей банковской карьере тоже. Именно здесь, на Мира-26, где сейчас расположено отделение Росбанка, началась моя банковская карьера. Здесь раньше было отделение банка Дальневосточного ВК. И сейчас здесь находится Росбанк. Именно сюда я пришел 3 июля 2001 года на должность заместителя управляющего дополнительного офиса 0814 в городе Комсомольске-на-Амуре. Именно отсюда началась моя головокружительная карьера в банковской области, которая довела меня до председателя правления совладельца банка. Сейчас еще раннее утро, и банк закрыт, но открыта зона 24. Мы сейчас зайдем и посмотрим, что там происходит. Так. О, здесь у меня уже Егор греется. Ну, собственно говоря, все то же самое, что и в любом отделении Москвы или любого другого города, где расположен банк, Росбанк или Биссишеви. Зона 24, банкоматы. Егор говорит, что работает сигнализация. Возможно, там его сейчас грабят, грабители, вынося кассу, делая себя сверхбогатыми людьми. А мы просто наблюдаем это со стороны. Ну, что ж, мы движемся дальше. Может быть, если удастся, мы сегодня зайдем сюда. Я дойду до своего кабинета, где я раньше работал. Вот вывеска. Вот еще одно знаковое место нашей молодости. Прямо за моей спиной, вот здесь, еще видите, вывеска, которую мы делали, висит. На ней раньше было написано аудио-видео, потом на ней было написано крокус, а это именно маленький магазин. Это проходной подъезд, с которого начался маленький бизнес, потом, который мы здесь... Мы именно в этом магазине мы продавали аудио-видео-кассеты, а потом, когда у нас закончился большой бизнес, это была единственная торговая точка, с которой начался новый этап, виток. Потом был магазин «Союз», «Видеосервис» и много-много другого. Хотя казалось бы, ну что это такое? Но это было очень интересно и давало определенный свой результат. В общем, в каждом доме есть история, о которой можно говорить. Ладно, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова